В жизни отправил на корабле товар в Африку. Во время пути его застала буря. Корабль потонул, и купец потерял все свое имущество. Возвратившись домой ни с чем, он впал в руки немилосердных взаимодавцев и за долги посажен был в темницу. В таком несчастном положении единственную подпору и утешением его была жена. Она своими рукоделиями добывала насущное пропитание и неразлучно пребывала с мужем в темнице. В одно время, когда она там обедала с мужем, пришел богатый человек, чтобы подать милостыню узникам. Увидев молодую красивую женщину, он выразил к ней особенное сострадание и позвал ее к себе в дом. Бедная женщина не думала, что богачом руководит страсть. Она ожидала получить от него вспомоществование. Богач действительно обещал все сделать для освобождения узника из темницы. Соглашался уплатить за него весь долг, но с условием, если она вступит с ним в преступную связь. Добродетельная женщина отвечала, что она перед алтарем господним клятвенно обещалась в верности мужу. И уже теперь она по апостольской заповеди не владеет своим телом, но муж. Пойду спрошу мужа своего и дам ответ. Богач надеялся, что узник пожертвует чистотой брачного союза, вынужденный своим бедственным положением. Но когда жена передала мужу, то он решительно отказался купить свою свободу преступлением и решился в надежде на помощь Божию ждать перемены своей судьбы. И эта помощь неожиданно к ним пришла. По соседству с ними был заключен разбойник, осужденный на смерть. Он слышал через перегородку разговор добродетельных супругов и тронут был нежностью их любви и верностью в супружестве. И он решился их осчастливить. Он нашел случай и возможность передать добрым людям, что у него в одном месте скрыто множество награбленного имущества, которое теперь трудно определить, кому принадлежит. Если объявить о нем судьям, они им воспользуются. Так пусть уж лучше достанется она добрым людям. «Подите и возьмите его». Причем разбойник подробно объяснил место зарытого сокровища. Разбойник был казнен, а добродетельные супруги воспользовались найденным сокровищем, уплатили долги и продолжали вести мирную жизнь, высылая благодарение Господу, так неожиданно им помогшему избавиться от бедственного положения. Аминь. Ни на небе, ни на земле нет ничего драгоценнее любви. Любовь – причина всех благ. Любовь – соль добродетели. Из поучения преподобного Ефрема Сирина. «Любовь – бездна озарения», писал преподобный Иоанн Лесвичник. «Любовь – огненный источник. Любовь – ангельское состояние. Любовь – вечное преуспеяние». Так высказывали святые отцы. А что мы думаем о любви в нашей обыденной действительности? У каждого свое мнение. Послушаем Аристарха Ливанова. Любовь – это мир, взаимопонимание, гармония, то, что ты собственно строишь, чем дорожишь. Потому что если любви нет, то теряется смысл существования. Нужно иметь человека, к ногам которого слагаются все победы, все достижения. Если этого нет, то тогда зачем же? Надо быть очень бдительным. Потому что обидеть это чувство, имя которому – любовь, испугать его, очень можно легко и даже незаметно для себя. А вернуть его будет потом очень трудно. Поэтому нужно быть чрезвычайно осторожным. И нужно уметь питать то здоровое, морально-нравственное начало, которое в тебе есть и в твоей половине. Потому что только на основе вот этой чистоты и можно продолжать любить друг друга и рассчитывать, что ты будешь любим. Мне жаль, что я раньше не бывал здесь. Я теперь буду регулярно посещать и, может быть, даже соберусь с духом и окунусь вот в ту самую купель, где сейчас стоит небольшая очередь мужчин. Это вот мужская купеля. Я сюда ехал в таком каком-то удрученном состоянии, честное слово, потому что очень устал. А сейчас ловлю себя на том, что мне хочется улыбаться. Представить себе невозможно, что вот 600 лет назад преподобный Давид Серпуховской откопал этот источник и он с тех пор продолжает жить, радовать, обновлять людей, исцелять их, крепит их веру и дает право надеяться на перемены к лучшему. Научи меня молиться, добрый ангел, научи, уст твоих благоуханьем чувства черствые смягчи, да воглубь души проникнут солнца вечного лучи, да в груди моей забьются благодатных слез ключи. Дай моей молитве крылья, дай полет мне в высоту, дай мне веры безусловной высоту и теплоту. На святых источниках я бывал не раз, но здесь особая какая-то атмосфера, которая еще предварительно тебя охватывает каким-то необыкновенным чувством, кого-то умиротворение, покоя и такое ощущение, что здесь присутствует сам Господь Бог, вот Его благодать, Его дух. А вот само погружение, оно удивительное, потому что такое ощущение, что эта вода тебя ждет, живая вода. Она живая, и такое ощущение, что ты тоже должен к ней приготовиться. И вот когда ты приготовился, помолился Господу Богу и погрузился, и ощущение, что все в тебе, самое, что настоялось, что ты нес, переживал, все куда-то растворяется, уходит. И ты очищаешься. Вообще на Руси очень много заветных источников святых. И они помогают людям. Ведь мы очень счастливые люди в России. У нас все четыре времени года даны Богом полностью. Такого, по-моему, ну, за исключением некоторых стран, никто не переживает. Как наши на Руси люди. Хорошо, что сегодня возрождаются вот эти источники. И вот это вот, то, что здесь, в замечательном месте, в этой пустыне, возродился этот источник. Давидов источник. И который, я думаю, что принесет еще много радости, исцеления. Может быть, вот от этих источников и начнется возрождение России. И каждого человека. Возрождение православных традиций, издавна принятых на Руси, добрая примета нашего времени. Испокон веков паломники стали на Руси. Продолжение следует...